Да здравствует возрожденный футбольный клуб «Нарт». Наша команда привезла из Назрани победу, обыграв лидеров со счетом 1-0. В планах у руководства и футболистов клуба достойно представлять республику на играх сезона зоны СКФО в третьей лиге и выйти во вторую профессиональную лигу российского чемпионата по футболу. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на предыгровой тренировке спортсменов. Тренера и ребят мы застали на обновленном поле за тренировкой. Все в хорошем расположении духа. Сладкий вкус победы в Ингушетии добавил ребятам оптимизма и еще большего упорства в борьбе за лидерство чемпионата. А сейчас команда готовится к встрече с дагестанским «Динамо», которая состоится уже завтра в Махачкале. Главный тренер Алексей Жданов приехал из Волгограда, чтобы наставлять футболистов и делиться бесценным опытом. А помогают ему в этом Владимир Саркисов и Алан Диов. Самое первое, что я хочу, это поблагодарить главу республики за оказанную доверенность, что пригласили меня в качестве главного тренера в республику. Поблагодарить и поздравить любителей футбола, жителей республики Карачаева-Черкесии с возвращением футбола. Мы постараемся со своей стороны сделать максимум, приложить максимум усилий, чтобы зритель радовался, приходил, забивал трибуны полностью. И радовался нашим, не только победам, но и поражениям, потому что футбол такая игра. Ну, все бывает. Во-первых, наша задача их заинтересовать, чтобы они приходили на трибуны, смотрели футбол, именно качественный футбол. Да, поначалу мы недавно собрались, пока есть определенные у нас трудности становления команды, потому что это очень долгий процесс. Постараемся все это сделать в кратчайшие сроки, чтобы болельщики, зрители нас слишком поначалу не ругали. И в будущем, когда уже команда будет собрана, установится коллектив хороший, я думаю, мы будем показывать хорошую игру, прежде всего, которой нравится болельщикам. Первая домашняя встреча состоится 31 мая на стадионе «Нарт» Сувор Дагестан из Каспийска. К этому дню готовится большой праздник. Об этом рассказал генеральный директор клуба Алибек Куртмазов. Приглашаю всех болельщиков и всех граждан Карача и Черкесии. Почему? Потому что будет приятно видеть вас всех на новом красивом стадионе, который один из красивых стадионов почти, не почти, а точно на Северном Кавказе. Здесь все так стало красиво. Первый матч буквально позавчера мы сыграли в Ингушетии, выиграли 1-0. Это тем болельщикам, которые не знают. Мы сыграли один-единственный, набрали три очка. Ждем. Вход будет бесплатный. Перед этим будет концерт. И на будущее всех приглашаю сюда к нам в гости. У нас хорошие ребята, хорошие футболисты. И мы на них надеемся. У нас большие планы на них. И я благодарен главе республики, что он поддержал и болельщиков, и нас поддержал. То, что выделили нам бюджеты, мы начали играть в этом сезоне. И надеемся, осенью мы дойдем до хорошего результата и перейдем во вторую лигу. Нарт основан в 1982 году. В советское время выступал во второй лиге. Лучшее достижение – седьмое место в девятой зоне первенства 1989 года. Лучшее достижение в первенстве России – 13 место в зоне Запад первой лиги в 1992 году. За любимый родной клуб приехал выступать воспитанник детской спортшколы «Победа» из Московского и Волгоградского ротора, ведущий многолетний игрок и лидер Ставропольского «Динамо» Замат Курачинов, который сейчас выступает в амплуа нападающего и капитана Нарта. Первая игра вообще футбольного клуба после долгого отсутствия. Почти, если не ошибаюсь, 20 лет не было большого футбола в нашем регионе. Эмоции положительные, хорошие. И плюс победа была, как бы все счастливы, все рады, все довольны. Добиваться побед будем стараться в каждом матче. Благодарность главе Карачаева Черкесии Рашиду Бориспевичу Тимрезову. Без него этого всего бы не было. Огромное спасибо от лица всей команды, я думаю, от всех жителей КЧР, потому что футбол очень сильно здесь любят. Его давно не было, это спорт номер один в мире. И как бы благодаря главе сейчас этот клуб снова возрождается. Спасибо большое. Никита Чалый приехал из Новороссийской. Тепло отзывается о черкесске и о местных жителях. Готов достойно представлять нарт на играх. Побеждать всегда приятно, тут как бы грех это утаивать, потому что победы это ради того, чего мы стремимся, мы и тренируемся, и играем. Поэтому побеждать, конечно, всегда приятно. Я думаю, это только начало. Нам нужно на этой стезе идти, не опускать руки, только больше и больше прибавлять, прибавлять. Поэтому будем тренироваться, улучшать свое физическое состояние, наигрывать схемы. Команда новая, только собралась, поэтому, я думаю, все у нас впереди. Поручение о создании профессионального футбольного клуба в республике глава региона озвучил в прошлом году на совещании в рамках подготовки к празднованию столетия Карачаева-Черкесии. За этим последует возрождение детско-юношеских футбольных школ. Будет проведена работа по их материально-техническому переоснащению. А пока у руководства и команды просьба к болельщикам поддерживать родной клуб. Я болею за нас! Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкесия.